Сегодня я покажу вам яркую студию, где на небольшой площади 35 квадратных метров мы разместили все, что нужно. Я называю такую планировку вагонообразной. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Привет, InMyRoom! Приглашаю вас посмотреть мой яркий, необычный интерьер и перенестись из серой зимней Москвы в теплые тропики. Меня зовут Оксана Олейник, я занимаюсь дизайном интерьеров. И сегодня я покажу вам яркую студию, где на небольшой площади 35 квадратных метров мы разместили все, что нужно, и даже полноценное спальное место. Эту квартиру я приобретала с намерением сдавать ее в аренду. Мне очень хотелось, чтобы она выгодно отличалась от других предложений, представленных в этом ЖК. Предполагается, что здесь могут разместиться и комфортно проживать или один человек, или семейная пара. Изначально пространство в плане имело прямоугольную вытянутую форму с одним большим панорамным окном в торце. Я называю такую планировку вагонообразной. Конечно, был один вентиляционный сантехнический стояк, и мокрое помещение мы располагали ближе к нему. Мы разделили квартиру на три функциональные зоны. Первая зона – это зона входная, зона прихожей, из нее же идет выход в санузел. Вторая зона – это центр, ядро квартиры. Она практически квадратной формы, что создает очень комфортное пространство. Здесь у нас размещается студия с гостиной, столовой и кухонной зоной. И третья часть – это приватная зона, зона отдыха. Спальня, она располагается у окна. Эта квартира юридически имеет статус апартамента, поэтому каких-то сложных ограничений в перепланировке у нас не было. Ну что, пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Начну я свой рассказ с кухни. Она у нас достаточно компактная, небольшая, но очень функциональная. Кухню мы изготавливали на заказ в столярной мастерской по моим эскизам. Фасады покрыты матовой эмалью с таким вот бархатистым эффектом и выкрашены в яркие, сочные оттенки. Каркас кухни сделан из многослойной фанеры. Мне было важно, чтобы были видны торцы. Это важный элемент дизайна. И для этого мы сделали фасады вкладными. То есть они не накладываются на каркас, а торцы у нас видны. Кухня у нас симметричная. По бокам симметрично расположены встроенные колонны. Сверху антресоли на ту же глубину. В середине стандартная глубина верхних ящиков с подсветкой. Я считаю, что главная фишка этой кухни это фартук. На фартук мы поклеили обои английского бренда. Это такое изображение со стилизованными в графической манере полочками. На этих полочках расположены различные коктейли, бокалы, бутылки вина и виски. То есть это такой вот воображаемый бар. Чтобы фартук не пачкался, мы закрыли его прозрачным стеклом. Стекло закреплено в углах на небольшие круглые крепежи. И их практически не видно. Я рассчитала изображение так, чтобы даже розетки попадали у нас между полочками. На кухне у нас получилась практически двухметровая столешница. Что для такой небольшой кухни, в общем-то, неплохо. Здесь мы разместили стандартно мойку из искусственного камня, черного цвета. Смеситель такого же цвета с изливом для питьевой воды и водопроводной. Раковина у нас вкладная снизу, что более гигиенично и эстетически смотрится. Варочную панель поставили небольшую, двухкомфорочную, индукционную. Этого вполне достаточно для такой небольшой квартиры. Столешница у нас выполнена из кварцевого агломерата. Я считаю, что это самый практичный материал для кухонной столешницы. На нем можно, в принципе, и резать без доски, и ставить горячее. Ничего с ней не произойдет, это испытано уже годами. Столешница имеет фактуру тераться в черно-серых оттенках и очень натурально выглядит. Не стоит бояться, что фанера на боковинах рядом с мойкой, где могут быть какие-то брызги, будет непрактично. Она специально покрыта лаком, чтобы ее легко протирать и чтобы на ней не скапливалась никакая грязь и брызги. Как я уже сказала, кухня у нас симметричная. По двум сторонам две колонны. В левой колонне у нас встроена духовка. Она у нас два в одном. Духовка СВЧ мегафункциональная. Под ней мы расположили за дверкой стиральную машину, потому что санузел достаточно небольшой, и разместить ее в санузле было бы неудобно. Не стоит волноваться, что стиральная машина может как-то вибрировать и расшатывать мебель. Это специальная модель как раз для встраивания за дверку. То есть вот видите, даже петли, они располагаются на стиральной машине, и это предусмотрено конструктивом этого прибора. Сверху ящик для хранения. И с другой стороны, справа, встроенный холодильник с морозильной камерой. Покажу вам нижние ящики. Тут тоже очень много хранения, и в том числе у нас под мойкой должно располагаться мусорное ведро, а сейчас там стоит фильтр. Дальше у нас небольшая посудомоечная машина шириной 45 см. Этого достаточно. Ящики для хранения с полками, выдвижные ящики, с лотками для приборов в том числе. Верхний ярус кухни, который идет первым рядом, у нас имеет глубину около 40 см. Конечно, у нас над мойкой располагается сушилка. Здесь за панелью спрятана встроенная вытяжка. И тоже полки для хранения всяких кухонных вещей. В небольших квартирах всегда не помешают дополнительные места хранения, поэтому кухню мы сделали до потолка. Сверху сделали такие антресольные шкафчики на полную глубину на 60 см. И туда можно убирать какие-то крупногабаритные вещи, которые не нужны постоянно. И в то же время верхние фасады кухни не становятся пылесборниками. У нас все герметично до потолка. Особого внимания в этой квартире заслуживают полы. Надо заметить, что из практических соображений все полы в этой квартире сделаны из керамической плитки. Разумеется, под ней проложен электрический теплый пол для комфорта. Вдоль своей квартиры, параллельно кухне, идет плитка с орнаментом. На большую же часть мы выложили очень интересный керамогранит. Он имеет рисунок бамбукового полотна. Причем выложили мы его с разворотом в разном направлении. Таким образом создается впечатление такого вот плетения. В целом это все выглядит очень натурально. И не сразу понятно, что пол не деревянный. Стены в гостиной выкрашены в желтый солнечный оттенок. Это английская краска. Ее можно протирать влажной тряпочкой. То есть она считается моющейся. Но, конечно, абразивными какими-то средствами ее обрабатывать нельзя. Напротив кухни у нас располагается небольшая столовая зона. Это стол и два стула. На стене я сделала композицию из плетеных панно. Их я привезла из Парижа, когда была на выставке Майзона Бже. Там обычно выставляется достаточно много этнического декора. И в конце выставки его можно приобрести. Вообще у нас здесь очень много натуральных и различных плетеных поверхностей. Например, здесь это стулья из натурального тика. Или, допустим, туалетный столик из ротангового полотна. Цветовую палитру этой квартиры я почерпнула из полотен поля Гогена. Даже в моих соцсетях в процессе работы этот проект фигурировал под хэштегом краски Гогена. Я очень люблю бывать на выставках современных и классических художников. Импрессионизм и постимпрессионизм занимают отдельное место в моем сердце. Поэтому, смотря на картины, у меня часто возникают мысли, что какие-то их фрагменты или полотно в целом может служить некой колористической палитрой для интерьера. И вообще, в нашем сером монохромном климате, когда, как сейчас, 5-6 месяцев у нас пасмурно, серо, мне всегда очень не хватает ярких красок. Поэтому здесь, в этой квартире, используя палитру Гогена, всегда хорошая погода, всегда светит солнце, цветут экзотические растения, тут всегда тепло, много ярких красок и всегда отличное настроение. Здесь есть еще прямая отсылка к полотнам Гогена. Это такой комод российского производства. Здесь на фасадах репродукция его полотна под названием «Забава». Здесь на стене в углу гостиной у нас получился небольшой лючок. Это доступ к коммуникациям, которые идут через весь стояк с нижних этажей до верхних. И доступ к нему должен быть через определенное количество этажей. К сожалению, это выпало именно на нашу квартиру. И мы сделали такой вот лючок под покраску, который не сильно заметен. Основное освещение в пространстве гостиной и кухни-столовой дает встроенный свет. Атмосферное освещение дает вот такая ротанговая люстра французского производителя. Она еще делает такие очень красивые лучики на потолке. И можно создавать уютную, такую интимную атмосферу. Зону кухни и гостиной разделяет стеклянная перегородка. Таким образом, свет из окна может попадать в зону гостиной. Перегородка сделана из металлического каркаса. Он покрыт краской такого яркого, сочного цвета папайи. Сегменты здесь наклеены на стекло. Перегородка идет в упор к потолку. Для того, чтобы ее закрепить жестко, мы предусмотрели внутри потолка загладной брус. Со стороны спальни мы сделали небольшую нишу в потолке. Там расположили карниз шторный. Получилась такая вот зонирующая штора, двухсторонняя. И при помощи нее можно полностью отделить спальню от гостиной. Например, если пришли гости, то они не увидят приватное помещение. Вдоль перегородки расположился большой уютный уместительный диван. Он не раскладной, потому что в этом нет необходимости. В квартире есть двуспальная кровать. У дивана очень интересная ткань обивки. Она кажется зеленой, но по факту, если приглядеться, это переплетение желтых и голубых нитей. Похожий диван вы можете купить на маркетплейсе InMyRoom. У InMyRoom есть свой телеграм-канал. Туда каждый день выкладывают красивые интерьеры, скидки от партнеров и анонсу новых видео. Ссылка в описании. Главным акцентом в этой спальне стало декоративное панно. Это обои. Мы достаточно долго их ждали на заказ. Автор – это австралийская художница. Здесь изображены такие тропические банановые джунгли. И на этом фоне очень здорово смотрится ажурное ротанговое изголовье кровати и такой вот тоже ажурный светильник. Ротанговое изголовье на самом деле у нас существует отдельно от кровати. То есть изголовье закреплено на стену, зафиксировано. Основание кровати представляет в себя некий поддон на ножках и на него положен удобный ортопедический матрас. В спальне у нас такая асимметричная композиция. Тумбочка располагается только с одной стороны и выполнена из массива дуба с раздвижными такими дверками. Разумеется, есть розетки и выключатели, то есть светом можно управлять, не вставая с кровати. Так как окно занижено, мы сделали конструкцию, которая закрывает батарею и образует такой широкий подоконник, на котором можно сидеть и созерцать вид из окна. Чтобы воздух от радиатора отопления хорошо циркулировал, мы сделали в горизонтальной плоскости отверстие. Экран у нас сделан из ротанга, тоже ажурного, чтобы воздух проходил, и экран является съемным для обслуживания радиатора. Конструкция из подоконника у нас плавно перетекает в стеллаж, он с открытыми полочками. Интересная фишка, я очень большое внимание уделяю деталям, и здесь мне очень нравится, что мы сделали ажурное ротанговое полотно, а сзади стенку выкрасили в зеленый цвет, поэтому получилась такая глубина вот задней панели стеллажа. На таких открытых полочках можно разместить красивый декор, обильно украсить растениями живыми. Разумеется, здесь можно расположить коллекцию книг, а здесь на полке располагаются свечи, их я делаю сама, это такой вот конструктор. Из разных форм можно собрать любую комбинацию, и оттенки я подобрала под этот интерьер. Так как у нас вот эта конструкция под окном, мы, конечно, не стали делать какие-то классические шторы. Здесь мы сделали римские шторы, разделили на три сегмента, как по раме окна. И каждое полотно у нас в разном оттенке, получается такая как бы нежная растяжка от одного, от зеленого оттенка к оранжевому. В углу в спальне у нас получился небольшой, очень уютный уголок. Здесь располагается кресло с ротанговыми подлокотниками, и можно здесь очень уютно разместиться с книжкой, с чашкой кофе. Можно подзарядить ноутбук или телефон при помощи розетки, которая находится в откосе окна. В общем, прекрасно провести здесь время. Функцию хранения в спальне у нас выполняет большой вместительный трехдверный гардероб. За двумя дверками скрывается вешалка для одежды, и правая секция у нас под полки. Гардероб выполнен из массива дуба, и при его достаточно больших габаритах он очень компактно смотрится в этом помещении. Такой же шкаф и похожее кресло вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. Если вы ищете идеи для вашего ремонта, вы можете подписываться на все площадки, где есть InMyRoom. Мы в прихожей. Здесь у нас такие же полы, как по всей квартире. Стены выкрашены в сочный зеленый оттенок. В этой квартире всего лишь две двери межкомнатные. Одна из них в санузел, другая входная. Чтобы они органично вписывались в наш такой колониальный интерьер, я придумала сделать на нижней части дверей вставки из такого вот плетеной сетки. Она покрыта шпоном. Двери делали на заказ по моим эскизам в столярной мастерской. Функцию хранения в прихожей выполняет такой вот встроенный, достаточно вместительный гардероб. Он тоже выполнен от пола до потолка. У него есть антресоли для габаритных вещей. При входе у нас двухдверная секция. Внутри спрятан электрический щиток. Так как одежда навешивается на штангу, при надобности она раздвигается и доступ для ревизии происходит без проблем. У нас очень много выдвижных ящичков для обуви, для сумок, для разных мелочей. И самая правая секция у нас с полочками. Всю нишу заполняет большое встроенное зеркало. Оно визуально расширяет помещение и очень удобно смотреться в полный рост в него. Внизу компактная, удобная банкетка. Она имеет такой очень интересный оттенок спелого банана. Стоит обратить внимание на дверки шкафов. Все это опять-таки изготавливалось в столярной мастерской на заказ. Вообще в маленьких квартирах очень много мебели выполняется по индивидуальным эскизам, потому что она должна быть встроенная и максимально функциональная. Так вот, эти дверки выполнены из МДФ, рамка покраски матовой. И внутри ротанговое плетеное полотно из соломки с этническим рисунком. Так как квартира имеет одно студийное перетекающее пространство, здесь достаточно одного блока кондиционера. Мы его разместили над входной дверью. Таким образом он не дует ни на какие пространства, где может находиться человек. И в то же время его не видно, он не привлекает к себе внимания. Санузел достаточно небольшой, но мы разместили здесь все, что нужно. Здесь мы используем плитку трех оттенков. Плитка небольшого формата 20 на 20. И эти оттенки, они у нас присутствуют по всей квартире. Это желтая охра, терракота и глубокий синий-зеленый. Центром композиции санузла у нас стала такая большая встроенная конструкция, облицованная плиткой. Это столешница в плитке, стеллаж с нишами, тоже полностью в плитке. Все это выполнено в строительном исполнении. И мы таким образом обыграли вент стояб, который делал это помещение не прямоугольной, не четкой формы, а изрезанной выступами. На столешнице располагается накладная раковина. Она выглядит как большой глиняный таз, что очень здорово вписывается в концепцию этого интерьера. Над раковиной большое встроенное зеркало. Оно интегрировано в плитку. То есть за ним нет плитки, оно монтировано полностью с плиткой заподлицо. И чтобы стыки у нас выглядели эстетично, мы обработали край вот таким вот тонким канатом. Асимметрично относительно зеркала располагается декоративный светильник из соломки. И для удобства на торце столешницы мы сделали такой вот полотенцедержатель. Для полотенцесушителя у нас остался достаточно небольшой простенок, поэтому мы его сделали вертикальным, такого необычного дизайна. Он имеет прямое подключение, выкрашен в зеленый оттенок, который гармонирует с остальными цветами в этом помещении. Унитаз подвесной. И сверху спрятан, интегрирован в плитку лючок с доступом к сантехническим коммуникациям. Душевая у нас расположена в нише за стеклянной распашной шторкой. Акцентом главным душевой у нас является керамическое панно. На нем тоже изображены джунгли, пальмовые листья, но в такой вот стилизованной иллюстративной манере. Благодаря извилистой конфигурации этого помещения, из-за стояка у нас образовалась такая очень удобная ниша. И в ней мы разместили стеклянные полочки, куда можно ставить шампунь, гель для душа и прочую косметику. Около раковины у нас расположен блок с влагостойкими розетками и выключателем. Верхний свет включается снаружи, также снаружи включается сопринудительный вентилятор. Здесь же изнутри мы можем включать декоративный светильник около зеркала и отдельно включается свет в душевой. У InMyRoom появился новый подкаст, где обсуждаются темы, связанные с ремонтом и не только. Слушайте на всех площадках. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вы отогрелись в этот зимний день в нашем тропическом интерьере. Буду очень рада вашим комментариям, впечатлениям, вопросам внизу под этим видео.